Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Сегодня у нас два гостя в студии. Руководитель организации БСВС ЦЛВ Александр Фоминский и координатор проекта БСВС ЦЛВ Юлия Воронина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, все знают эту организацию уже хорошо. Не знаю, конечно, не всегда поводы для знакомства такие приятные, но, тем не менее, вот очень часто мы получаем информацию о том, вдохновляющую информацию, когда действительно большое количество людей, мобилизованное вами в том числе, находят ребенка или другого человека. И как-то получается так, что ваша организация, она способствует не только такому делу, что вот вы реально находите кого-то или помогаете искать, но еще и какому-то сплочению. Во всяком случае, так это выглядит. Как раз вот отклики я читал в латышской прессе, пару родов, по роду Захстанясии читал, а вот о поисках мальчика Рудольфа, и там отмечалось даже чувство какого-то единения во имя добра. Потому что такие были заголовки «Наследие Рудольфа» и прочее. Да, вот такой вот побочный эффект возникает от поиска. Люди как-то вот сплодились, объединились в борьбе за что-то хорошее. И после этого хочется спросить, а вот у нас количество добровольцев, волонтеров после этого случая стало больше, увеличилось? Вообще вот, да, такие случаи, они вот способствуют такому притоку? Да, конечно, способствуют, потому что, вы знаете, у нас вот с 28 июля у нас возросло количество добровольцев, людей, которые записались к нам. Мы за это время даже не успели со всеми еще переговорить отдельно с каждым. Мы обычно созваниваемся с каждым и пытаемся познакомиться таким образом, ближе, что ли. Волонтеров много, я думаю, что-то, наверное, около 300 человек, которые к нам записались. Это из новых. Сколько вообще, вот давайте немножко, может быть, для тех, кто не так знаком с этой организацией, сколько вообще организаций уже, какого она возраста, и сколько насчитывает сейчас человек? Ну, на сегодняшний день организация насчитывает порядка таких, как ядро такое, где-то 130 человек, это постоянные люди такие, которые… Это по всей Латвии или они как-то вот в Риге? Это по всей Латвии, нет. Ну, у нас как бы есть и в Лепе немножко, есть и в Янспилсе несколько человек. В Далгопилсе у нас сейчас филиал там где-то порядка 9 человек уже есть. Да. Ну, в принципе, основные, конечно, здесь это Рига, постоянный коллектив, который есть. А то, что, конечно, такие события, как вот поиски в том году в Ангарской области ребенка и сейчас, они, конечно, так стихийно людей очень заводят, и люди приходят и записываются в добровольца. А как это происходит? Вот как вообще вот вы узнаете о том, что кто-то пропал? К вам обращаются? Или это работа с полицией? Вот каким образом происходит сотрудничество? К нам обращаются. Изначально это, как правило, родственники. Вот в случае с Рудольфом обратилась соседка. То есть она сразу к вам обратилась, да? Да, они еще, в общем-то, какое-то время, минут 40, наверное, около часа, они пытались найти мальчика своими силами. В конечном итоге она решила все-таки обратиться к нам и параллельно в полицию. А вы ищете без полиции? Как вы имеете такое право, возможность? Нет, мы никогда таким не занимаемся без полиции. Ну, тоже как детективные деятели, что ли, мы все-таки сотрудничество. Ну, то есть вы, если родственники к вам обращаются, то параллельно они обращаются к полиции? То у нас первое правило, они должны сначала обратиться в полицию, выяснить все, и только после этого они обращаются к нам, и мы тогда понимаем. Если это дело не криминальное, конечно, потому что есть люди, пропали без вести, им помогли пропасть без вести, да? Ну, вот наши случаи, это такие, вот пропал человек в лесу, ушел ребенок. Заблудился. Заблудился, да, вот эти вот случаи, это наши. А что же вот такое именно феноменальное количество меня поразило ищущих? Более двух тысяч человек, значит, ЗМС-Сарги, военные, вертолетные, эти Ми-17, значит, ЗМС-Сарги до 2-го пехотного батальона, 19-го батальона, штабного батальона, рота почетного караула, в общем, куча народу, тысячи человек. А почему такое такое, почему? Именно это же такой уникальный случай, по-моему, когда столько людей искало, принимало участие в поисках. И в том году то же самое было, и в Эмгру искало тоже большое довольно-таки количество людей, так что… На что люди откликнутся? На то, что это ребенок, вот на что именно? Именно на то, что ребенок. Потому что я обращаю внимание, поскольку у нас тоже есть свои программы, вот «Зеленая лампа», где собирают деньги на лечение, мы замечаем, что кому вот больше собирают, кому меньше собирают. То есть у людей есть какие-то все-таки приоритеты для себя. То есть на что они реагируют в первую очередь? Именно то, что ребенок. Потому что такое количество звонков, вот как только мы выложили информацию о том, что мы собираем людей для поиска, телефоны не смолкали. Все телефоны без ВЕСТ-ЛВ просто разрывались. Потому что такое количество людей желало помочь приехать, узнать точные координаты. И это, конечно, нас самих очень поразит. Как вы координируете работу вот эту на месте? Если вот приезжает сразу такое количество людей, кто занимается организацией? Нет, мы это не координируем, это занимается полиция. Полиция, да? Конечно, полиция. Мы как помощники полиции, но никак не берем на себя ответственность, брать за какие-то поисковые мероприятия. Есть такой вот какой-то границы, где, допустим, количество людей уже, ну... Почитают мешать друг другу. Ну вот как вот, знаете, вот в Золе Тодосос, ну когда была трагедия, то спасатели говорили о том, что мы не можем всех желающих пустить даже на те же развалины, даже если это спасатели, потому что там нельзя, чтобы находилось большое количество людей. Это будет уже... В вашем случае чем больше, тем лучше. В нашем случае чем больше, тем лучше. Мы все время просили всех приезжать и приезжать, и приезжать, потому что даже тысячи человек в лесу, кажется, это очень немного. А вот, скажите, а вот если бы пропало, скажем, Виля, что пропал, заблудилась в лесу старушка-пенсионерка, было бы столько народу, по-большому, откликнулись бы? Нет. Думаю, что нет. Сколько раз мы собирали людей, такого количества не собиралось. Ну, может быть, это еще связано с тем, что нету такой, как бы, информационного такого, как бы, ну, фона такого. Вот раньше мы опубликовывали информацию, мы выехали на поиск, да, об этом знает очень маленькое количество людей. А сейчас, благодаря, вот, как бы, социальной сети, о нас многие кто узнал, и, то есть, люди тогда сразу как-то эту информацию расшаривают через Facebook. Facebook, конечно, здорово работает в плане информационного, да, что люди понимают, что ведутся поиски, люди видят сразу, что они, ну, они идут. Очень часто бывает, кто-то сбрасывает эту информацию, я не знаю, зачем они это делают, что ребенок найден, да, это и в этот раз было, там, кто-то по рации сказал. Это и вообще очень часто такое кто-то решает и говорит. Ну, зачем? Ну, в этот раз же там что-то не так поняли, да, по-моему? Ну, да, там настолько сильное желание было найти этого ребенка, что там возникло… Вы дали желание, да, действительно. Да. То есть, это вот такое вот есть такое, что кто-то вот какой-то… ну, так там, где вот много людей, там всегда появляются и какие-то не очень хорошие, качественные люди, которые делают такие вот заявления. А как вы вот с этим работаете? С чем? Ну, вот с такими вещами, да, вот… Нет, ну, понимаете, как бы вот поиск без… вот безвест – это не только как поиск безвести пропавших, у нас же очень много звонков происходит каждый день, люди советуются, консультируются. Вот на Юлю приходит как бы первый удар, у которых пропало давно, ну, близких. Да, что делать? Да, там, пять лет назад, семь лет назад, да. Что делать? Куда обратиться? Некоторые не знают даже, как заполнить эти бумаги в полицию, чтобы подать заявление, да. Даём тогда юристов, они им помогают, как-то консультируют их и рассказывают. То есть, это такое объединение безвеста, это которое мы стараемся во всех отраслях помочь. То есть, если мы видим какая-то несправедливость и видим, что, ну, как бы мы можем помочь взять на себя это, мы стараемся людей поддержать в этом отношении. То есть, получается, люди идут, ну, или они не идут сначала в полицию, или идут в полицию? Нет, они идут всегда в полицию, они идут всегда. Но если они, допустим, пришли в полицию, и они не смогли нормально сформулировать свой запрос, что кто-то когда-то пропал у кого-то, они тогда к нам обращаются, мы им объясняем, ну, какую нужно, ну, какие вам нужны. И после этого могут принять заявление от полиции? Подготовьте такие-то документы, соберите это, давайте, если я там не могу, не можете писать по-латышке, давайте мы вам поможем написать по-латышке это что-то. Ну, вот так вот подсказываем и составляем. Еще своих родственников, которых не видели 30 лет назад, например, там, дети ищут своих родителей, наоборот, бывает, что родители ищут своих детей. Ну, это уже какая-то программа «Жди меня» получается такая. Ну, она очень много всякого происходит. А удается вот так найти таких людей? Бывает, да. Бывает, да. Бывает, да, бывает, ищут родственников за границей. То есть, кто-то уехал и пропал, такое тоже бывает. А как вы ищете? Или это уже не вы ищете? Ну, мы всегда рекомендуем изначально. Если человек много лет назад, допустим, исчез. Нет, если много лет, мы стараемся передать вот это представителю «Жди меня», здесь такой… А, Мартин Шибер. Да, он был у нас тоже. Да, он такой хороший человек, и мы ему передаем, он эту информацию с этой работы. Тоже находит, да? Да. Надевайте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонок, радиослушатели, пожалуйста, здравствуйте. Давайте. Слушаем вас. Доброе утро, пожалуйста. Слушаем вас, говорите. Так, ну, наверное, нужно еще раз предупредить, что, ну, вот, когда вы звоните немножко, все-таки выключайте приемник или делайте потише, тогда не будет каких-то посторонних фонов. Ну, вот, часто ли бывает у вас все-таки, что вы ищете одного человека, а находите другого, как вот в позавчерашний случай, да, с… Телом, найденным туполтой, да. Да, когда искали, вроде бы, пропавшего человека, нашли женщину, погибшую, каким-то образом. Ну, у нас было второй раз так. Один раз это у нас было в Нерите, мы поехали искать одного человека и просто наткнулись на ситуацию, когда, проехав через мост, мы увидели полицию, увидели народ. Увидели человека, который лежит под мостом, вот это было. Второй случай, это вот, когда нашли человека неживого в дуболты позавчера, один из наших добровольцев. Волонтеров. Да. А как вот волонтер действует в данной ситуации? Ну, волонтер действует так, что мы оговариваем между собой, согласовываем это с полицией и говорим, что вот волонтер наш будет действовать в таком-то квадрате. И тогда вот он ходит, то есть он не пересекает ничего. А то есть прежде чем волонтер выходит на поиски, вы должны все-таки сообщить полицию? Мы согласовываем какие-то общие вещи, да. Он так не может просто выйти в лес и искать? Нет, теоретически он может как бы выйти, но все равно мы как-то стараемся вещи какие-то согласовывать с полицией, чтобы это... Ну, вообще любые поисковые мероприятия надо согласовывать, потому что... Ну, вот в этом деле, как было? Он нашел и вам позвонил сразу или как? Он позвонил нам, позвонил сразу в полицию, сообщил, да. Вызвал экипаж, он приехал и все составили. Но еще непонятно, кто погиб, да? Непонятно, да. То есть там останки, непонятно возраста. Непонятно, какого возраста. Но понятно, что женщина. Похоже, что женщина, да. Так, у нас есть звонок, надевайте наушники, слушаем вас, здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Да, доброе утро. В наше время всеобщей мобилизации, я имею в виду мобильные телефоны, да, сотрудничаете ли вы напрямую с мобильными операторами, да, чтобы, так сказать, хотя бы обозначить примерный район последнего нахождения мобильного телефона? Потому что, например, еще и в полицию, вот, с такой ситуацией сталкивался, да, это, по идее, это время, если делать официально, то это все происходит не менее, чем в обмене в деле. А здесь же все-таки, как бы, срок тоже имеет свою роль. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, но надо не забывать, что мы организация добровольческая, мы бедрибы, мы не имеем права вести какие-то детективные поиски. Вниматься коммерческой деятельностью. Ну, не коммерческой деятельностью, и вообще мы не можем как-то получить эту информацию, это же приватная информация, да, то есть пропал человек, а пропал он ли на самом деле, да, мы же не можем это установить на самом-то деле. У нас очень часто бывают звонки, а у меня пропал человек, пожалуйста, включитесь, найдите его, вот, как-то это, потом оказывается, что жена ищет своего мужа, да, и нас пытается вот так вот использовать. То есть, постоянно такой вот у нас вот круговорот какой-то информации, да, постоянно. Но вы отказываете, да, в таких случаях? Ну, конечно, мы отказываем, мы занимаемся вот пропал. Ну, люди понимают, почему вы отказываетесь? Мы объясняем, почему. Изначально даже обижаются. По-разному, люди с нами общаются, понимаете, вот человек пропал, он найден, и все равно все эти года мы с ними общаемся. Ну, вот вам случай скажу, недавно произошел со мной, позвонила одна мать и сказала, вот, Александр, вот где справедливость? Почему мой ребенок лежит пять лет уже в земле похороненный, а человек сидел вот эти пять лет и уходит на свободе? Как вот, где справедливость? Как жить? Убийство было, да? Да, было убийство. Как с этим жить? Вот что мне ответить на этот вопрос? Вот сидишь иногда и думаешь, вот как вот ответить? Хочется и поддержать человека, и что-то сказать, ободрить его. Вот в БЗВ все время какие-то разные события. Это тоже большая работа. А вы работаете с очень чувствительной темой, да, человеческой жизнью, горе, беда, трагедия часто, да. Вот, допустим, для людей, у которых вот участвовали поиски, они нашли этого человека, и для них этот день закончился. А для семьи эта беда, она только начинается. И сколько, и как она выйдет из этой ситуации? Это большой вопрос. Вот чаще все-таки беда или радость? Чаще, наверное, беда. Да, чаще беда, что-то радости я в нашем деле сильно не вижу. Радует то, что приходят люди, то есть часть людей приходит, которые приходят как на шоу, где-то порисоваться, но они очень быстро пришли и ушли. А есть люди очень глубокие, которые реально приходят и хотят помогать. Они видят, что это настоящее дело, они видят, что это настоящие трагедии, какие-то судьбы, и они включаются и стараются им помочь. И они годами с нами, то есть у нас, как бы костяк нашей организации, он сильно не меняется. Вот как пришли люди какое-то количество лет назад, так вот они и остались. А насчет требования признания за злогу, мы видим эту историю не совсем хорошую, когда стали выяснять, кто там именно нашел, кто именно больше старался. Ну вот в этой ситуации, кстати, пострадал больше всего Безвест ЛВ, потому что, получается, наша команда работала в одном углу, да, а там, где ребенка нашли, он как бы в другом. Участвовало очень огромное количество людей, но в итоге нам написали люди, что почему вы опубликовали неправильную информацию, что вот нашли, оказывается, не военный, а нашел вот этот человек. Да, другой. Ну, и самое главное, это пишут люди, которые там даже не были. Да, я когда с ними разговаривал, я говорю, а вот там… Везде есть свои диванные аналитики. Да, диванные аналитики. И вот они все вот пишут и пишут. Вот вы дезинформируете людей, и, может, даже такое мини-обращение написали, что мы как бы разобрались. И, по-моему, Дэк Пун поднял эту тему вообще на самом деле. Дэк Пун снимал. Снимал это. Они там были с самого начала. Они были с самого начала, они написали, что кто это был на самом деле, что вот этот был человек. Но, как я понял, что они, в принципе, двоем, вот этот военный и вот этот Игорь, по-моему, да, они вместе нашли. И, то есть, там делить… Просто военный, он его нес на руках и привлек, может быть, больше внимания. Ну, больше, да, внимания. Наверное, им было, в общем-то, неважно, главное, что нашли ребенка. Вы знаете, там такая атмосфера, когда вот находит ребенка, да, ни у кого нет такого, что все просто хлопают. Конечно, ну, какая разница. И никто не понимает, кто нашел. Плачут, понимаете, обнимаются. Вот на самом деле все, потому что такая тревога наступает, вот особенно вот утром, да, когда уже утро, и все начинают напрягаться. Потому что, ну, как ребенок прожил, целую ночь просидел, да, и уже думаешь, а может что-то случилось. Охватывают разные чувства, уже какое-то веселье, наверное, потому что в лесу и клещи, и видели добровольцы змей, и эти вот водоемы. И водоемы там такие, овраги сильные такие, и уже начинаешь там всякие кошмарики рисовать себе, и уже думаешь и думаешь, где искать его, где и как. И пострадал больше всего Безвест. На Безвест сказали, что Безвест дает неправильную информацию. Безвест на платных телефонах сказочно там зарабатывает деньги. О, кстати, мы даже сейчас… Кстати, о зарабатывании денег. О, зарабатывании денег, скажите. Да, мы сейчас вот скажем, где-то за 6 месяцев нам было пожертвовано на платный телефон порядка, по-моему, 600 на евро, да? Ну, чуть более 700. 700 евро из них… За полгода, да? Да, за полгода. И из них уходит на обслуживание телефона. 4304 с налогом мы каждый месяц платим. Каждый месяц мы платим за обслуживание этого линии. Ну, где-то еще половина, наверное, даже больше ушла на расходы, да? Ну, да. Где-то так. Ну, вот это… Половина далеко. Да. Вот это наша как бы сказочная прибыль, это для тех людей, которые пытаются нам сказать, что мы зарабатываем. Ну, вот. Я на всякий случай все-таки телефон назову. А, для пожертвования, да. Да-да, 9000-6565. Вот такой телефон. И один звонок стоит 4 евро 27 центов. Да. Можно пожертвовать на поиск людей. Потому что раз вы говорили, у вас такая проблема была, что у вас нет офиса, нет угла, где вы могли бы как-то принимать, координарировать. У нас сейчас этого угла нету. И также вот этот человек, который звонил, предлагал помощь, мы бы хотели бы, может, попросить или у БИТа, или у ЛНТ, чтобы, может, они нам помогли бы спонсорской помощью оплачивать эти телефоны, которые у нас вот, два телефона, которые круглосуточно мы стараемся выезжать на поиски. Может быть, они тоже нам могут там небольшие деньги, но просто это тоже мы платим с этих же денег, которые нам жертвуют или сами скидываемся. А по поводу помещения вы не обращались к городским властям? Ну, по поводу помещения, мы обращались в свое время к мэру, по-моему, вот у вас на передаче, да, просили. Но никто нам на сегодняшний день так и не помог. Помещение нам, если честно, нужно хотя бы какой-нибудь 20 квадратных метров, какой-то офис. Где могли бы собираться. Где могли бы вот с людьми, потому что люди очень часто, когда у них случилась беда, они хотят приехать и пообщаться вживую. А где вы сейчас собираетесь? Мы сейчас встречаемся в кафе где-то вот так вот на улице, где-то ютимся, где мы можем, ну, вот так вот. А у людей не возникает какое-то подозрение, что вот вы приглашаете их на встречу там в кафе или просто на улице? А сейчас уже не возникает. Раньше, да? Да, раньше, да, было такое напряжение. Сейчас я вижу, что люди очень многие, ну, наши дела говорят сами за себя. И также в том же Фейсбуке мы очень часто видим, где пишут, что обратитесь, Безвест, они помогли там, и конкретно человек там описывает свою какую-то историю. Мне помогли там, этим помогли, ну, как могли. То есть, ну, так по-разному. Есть у нас звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А у меня вот такой вопрос. В последние поиски мальчика было сказано, что его нашли недалеко от дома, ну, или от места пропажи. А, скажите, в полиции или, не знаю, где-нибудь у военных, кинологической службы нету? Потому что если была собака там буквально, ее за полчаса нашли бы. Спасибо. Собака была как у полиции, так собаки были и у нас. И нужно все-таки говорить о том, что прошло какое-то количество времени, и люди искали. То есть, люди натоптали. Сколько там людей прошли. Да, уже до нас, до приезда полиции и нашего приезда. Второе было, что не в нашу пользу, это прошел очень сильный дождь, что осложняло работу собаки. Но в то же время три собаки показали одно направление. И, как оказалось, направление было верным. Ну, там было очень недалеко, да. Я думаю, что одна из проблем была то, что... И я там проходил в то место, где это было с тепловизором. Нам не одна фирма дает периодический тепловизор бесплатно. И я вот проходил, и тоже мы не увидели. Я думаю, что, скорее всего, что ребенок просто все время двигался. То есть, он не сидел на месте, он, думаю, ночью поспал, а потом... Ну, шел, 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 да? Да, топ-топ-топ, они такие шустрые. Я думаю, что из этого, скорее всего, мы сразу же его не нашли. Как рекомендуется с тем, кто заблудился? Находиться на одном месте или двигаться? Находиться на одном месте. Зачем двигаться? Если заблудился, надо... Дети ждать. Да. О, я через вашу передачу заодно скажу, что если вот сейчас наступает время грибов, и наступает время... Уже наступило. Наступило, да. Вы, пожалуйста, дайте мамам своим хорошие мобильные телефоны, заряженные, с хорошими батарейками. Мамам, которые идут в лес. Добавили, да. Потом постарайтесь их снабдить, может быть, жилетками этими яркими, потому что самая большая у нас проблема вообще, когда вот мы приезжаем в лес кого-то искать, это... Опишите, как она одета. Чёрная куртка, чёрные брюки и разряженный мобильный телефон, который держит два часа батарейка. В тёмном лесу мы ищем тёмного человека. Мы чёрного человека, да. Вот, кстати, вот предыдущие поиски вот этого хуга мальчика в Энгурской волости, очень хорошо, что на нём были оранжевые штанишки, потому что доброволец Александр Алексеев как раз-таки говорил о том, что увидел его по этим оранжевым штанишкам. Оно яркое, да, увидел? Да. Что лежал он, спал как бы в штанишках. Вот это очень, кстати, правильно, что на старайтесь одевать какие-то яркие вещи. И на детей, и на... И вот та же мама, вот, которая по Рудольфу, она тоже сказала такую фразу, мы стояли, когда разговаривали, она вот сказала такую фразу, что никогда не думала, вот когда слышала, что в Энгур пропал ребёнок, я думала, ну, с моим Рудольфом никогда такого не случится. Вот это может случиться с каждым человеком, это надо понимать. Какие они так быстро бегают, так далеко. Да, приходится часто вот даже и в комментариях читать, да и нам звонили люди, которые осуждали родителей, что вот, там, надо таких родителей наказывать, оставили без присмотра, а на самом деле, ну, действительно, дети, они, дети, отвернулся, его уже нету, всё. Так и есть. И во всех трёх случаях вот именно так и случилось. Там абсолютно нормальные семьи, там хорошие мамы, там это может случиться с кем угодно. Я считаю, не надо критиковать, очень много начинают, вот когда поиски идут, писать там в Фейсбуке, вот осуждать, а вот почему она так сделала, ну, не надо осуждать, не надо говорить. Ты если можешь, приедь помоги, не засоряй эфир, а приедешь или напиши что-то по делу, или приедь помоги. Ну, оставь эти мнения потом уже, если хочется поговорить. Знаете, даже сравнительные анализы, кто горевал больше, по фотографиям там с прессы видно, что отец горевал больше или мать. Мало плакало, да. Чудкий сравнительный анализ, как можно вообще оценить степень горести каждого, это действительно… Вот кто реально герой, я считаю, это все люди те, которые приезжали туда на поиск, и что мне понравилось, вот в этот раз людей не было выпивших, и у людей не было, знаете, как приключения. Пришли, давайте вот ночью что-то походим с фонариком. Не было пустых глаз в этот раз. Они реально пришли такие, вот включены так, давайте искать, давайте искать, давайте этот квадрат. У нас была как бы большая пауза, полиция попросила всех добровольцев выйти из леса, потому что работал, летал вертолет, и ему было непонятно через тепловизор, кто человек, ну, кто ребенок, кто этот. Из этого попросили, мы там часа полтора на нас стояли ждали, потому что все как приехали, я сейчас побегу помогать. А помогать же надо тоже с умом, а не просто бежать с фонариком и одному искать. Это же не найти покемона или что-то еще, то есть это надо собраться, и чтобы было понятно, что эта группа проработала один квадрат четко. Тогда это понятно. Также вертолет летит, он говорит по рации, я, говорит, не понимаю, это ребенок или это человек взрослый, или это собака. И куча-куча всяких объектов светится, из этого вот мы их всех вывели, потом начали уже прощаться. Но тем не менее вертолет не нашел ребенка, да? Нет такого, понимаете, универсального решения, вот как вот он позвонил, сказал собака. Я никогда не подхожу к одному отдельно, то есть есть собака, есть люди, есть вертолет, есть эхолот, есть тепловизор. Это только тогда, если имея все эти инструменты, можно чего-то достичь. Так просто, имея одного собаку, человек зашел за дерево, тепловизор его не увидел. И тем более здесь маленький, здесь не взрослый человек, здесь маленький ребенок. Сложно увидеть его. Ну, давайте еще раз все-таки обратимся к нашим радиослушателям. Возможно, вот услышав эту программу, я знаю, что очень большой отклик существует на вашу деятельность, очень положительный отклик со стороны наших слушателей. Может быть, у кого-то есть возможности помочь, вот именно финансово, организации без ВСЦЛВ или финансово, или вот с помещениями. Вдруг у кого-то есть такая возможность, или может быть, вы можете передать, допустим, тому, у кого есть такая возможность. Помогите, люди делают очень хорошее, благое дело. Пожалуйста, а телефон 96565, это телефон, по которому сейчас официально можно пожертвовать на поиск людей, 4 евро и 27 евроцентов. Да. Да, и вот, наверное, еще, может быть, о какой-то статистике вы можете сказать, есть она у вас, ведется она у вас, и как она различается, может быть, есть ли сезонность. Ну, вот вы сказали про грибников, я хотела тоже спросить, наверное, вот летом увеличивается обращение количества, или нет, как вы замечали? Летом у нас увеличивается количество обращений, это идет за счет того, что пожилые люди часто любят ходить в лес за грибами, за ягодами, здесь, конечно, да. И именно летом, именно пожилые люди, да, в основном? Именно пожилые люди, да, да, именно так. Они в одиночку идут, или бывает так, что вдвоем пропадают? Нет, вы знаете, они в одиночку всегда. Вот вдвоем такого не было. Такого не было. По одному. У нас тоже был случай с Эстонией. Позвонили и сказали, что-то у вас пропадают дети там постоянно. Часто, да. Часто, так говорят. Я говорю, они у нас не часто пропадают. Я думаю, что они у вас и в Эстонии пропадают. Просто вы об этом не знаете. Вот такая фишка. Просто что вот мне нравится, что Безвест сейчас поднял такой информационный фон. То есть мы вот, ну, как бы стали известны, в хорошем смысле слова. И если у нас что-то пропадает, мы эту информацию публиковываем, и она очень быстро попадает всем, и ее подхватывают. И тогда эта информация везде все знают, что вот пропал ребенок, и все могут туда приехать и поучаствовать. А все могут понять, какие требования вот к волонтерам-то поработать? Может, они должны быть как-то одеты что-то? Нет, нет, нет. Одеты, да, конечно же, должны быть одеты. Может, там в шортах побегут в лес. В лес это обязательно должны одеты быть. И это должно быть защищено все тело и руки, и ноги, и головной убор. И если это, скажем, как в Салкарсты прошел дождь, это резиновые сапоги, там же клещей, там же очень много клещей, там змеи. И, естественно, обязательно нужно иметь сменную одежду. Ну, как вы, хоть и за грибами, так подготовлено, в общем-то, да. Ну, конечно, но лучше жилетку все-таки яркую. Для волонтера не надо. Нет, обязательно надо. И мы покупаем специально в Испании специальное средство от клещей, оно очень эффективное, уже порядка семи лет мы используем его, но специально мы всех добровольцев обрабатываем им. Вот в этот раз нас не было, просто мы так быстро собирались, уже ехали, что... А вы сказали про Эстонию, там тоже такие организации? Нет, там, по-моему, есть, но она еще не такая у них в начинающем таком... Тут мы обогнали. Да. Здесь мы обогнали, да, эстонцев и литовцев, да. У литовцев есть у них, но не такого тоже масштаба. Есть у нас звонок еще, пожалуйста, надевайте наушники. Представители БЭЗ ВСЦЛВ у нас в студии сегодня Александр Фоминский и Юлия Воронина. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро. А вы знаете, мне как-то не очень понятно. Я вот сейчас позвонила, чтобы перечислить вам эти 4 евро, а там мне сказали, что это номер телефона благотворительности. Да. А вы что, вместе со всеми идете в это, когда мы перечисляем детям? Я-то думала, это конкретно вам? Нет, это... Спасибо за вопрос. Этот телефон конкретно наш, он привязан к организации Безвест ЛВ, и это точно наш телефон. Нет, Палдес Парзвану, скорее всего, вам сказали, потому что на телефон, который мы для зеленой лампы регистрировали, он тоже зарегистрировал, именно вот этот номер, допустим, зарегистрирован для этого дела, и конкретно вот на этот телефон, на это дело и перечисляете его. Да, конечно, то есть вот 9065-65, это телефонная организация Безвест ЛВ, и они только идут на поиск без вести пропавших людей здесь, в Латвии. Там просто вот эти информационные сообщения, они не отличаются там разнообразием, да, они просто стандартные. На эти деньги мы покупаем и топливо, и батарейки для фонариков, и батарейки для радиостанций, которые мы используем, и вот эти средства для клещей, и генератор бензин нужен, который мы берем с собой на поиски. А не по телефону как-то пожертвовать нельзя? Есть там у нас счет, на который можно перевести, есть PayPal. То есть можно зайти на вашу страничку? На страничку, да. Безвест.лв. Безвест.лв, да. Да, и там очень много полезной информации о том, как действовать, вот если пропал человек, и информация о тех, кто пропали, о волонтерах и так далее. Ну, нам пора на этом заканчивать. Спасибо, что пришли, рассказали о вашей организации, о вашей деятельности. Руководитель организации Безвест.лв Александр Фоминский и координатор проекта Юлия Воронина была с нами сегодня на Болткоме. Спасибо, хорошего дня и удачи вам. Спасибо. До свидания. До свидания.